Ищите прежде всего Царство Божие, а все остальное приложится. Такой у нас есть завет с Богом. У меня девятый завет с Богом. Когда-то я получила эту информацию. Не помню когда. Все сгорело. Потому что кто-то решил меня утешить таким образом. Да, у меня такая печальная участь. Я говорю из города Житомира, проповедую слово. Когда-то у нас в церкви было пророчество, что из Житомира выйдет слово. На весь мир. Может быть, это слово выходит на весь мир. Слушайте информацию, которую я излагаю, используя Живое Слово Бога, общаясь с Богом лично и проповедуя информацию тем людям, которые хотят ее принимать. Видно, мало кто хочет принимать истину. Но познайте истину, и она сделает вас свободными. Есть у Бога такой герой, который вырос на фоне антигероя. Антигерой тоже был благословен Богом. Саул царь. Но он возгордился и начал преследовать Давида. Чему-то он позавидовал. Славе Давида. Позавидовал. И дал жены ему свою дочь, Вилхову. Причем Давид должен был убить пересемлян и снять с них сто... Как это сказать? Результат обрезания. То есть обрезать их по смерти. И он этих шкурок принес. И Саул дал ему жену свою дочь. Вилхову. Странный случай. И это Милхова. Когда Саул умер, или Саул как-то так сделал, что он набросил Давида. А когда Давид стал царем, так он там потребовал, чтобы вернули ему жену Милхову. Какие-то условия были военные. Вот. Но эта женщина почему-то унизила Давида. Увидела, как он радовался и танцевал, когда несли ковчег за летом. И она посмеялась с него. Сказала, что ты обнаженный танцевал перед рабынями. И Давид немножко обиделся на нее. Не знаю. Вот. Ну вот такая жизнь. Но все-таки он ее любил. Потому что требовал ее вернуть к себе. А жены Давида было много. Тогда богатые могли себе позволить много женщин. И детей у него было много. Ну и в одиннадцатой главе Второе царство описывается, как Давид увидел купающуюся женщину. Я вот сегодня начала читать эту главу и решила, а может она знала, что нужно Давиду понравиться. Потому что однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровлей купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версалия, дочь Елеама, жена Урии Хитияни. Что-то я так думаю, что она может была бесплодная. Или наоборот, или не было детей от Урии. Такие мысли приходят, я не знаю, даже откровение такое в прямом эфире. И Давид послал слуг взять её. И она пришла к нему. И он спал с ней. Ну то есть понятно, что тут что-то произошло такое. Это было какое-то обоюдное желание. Потому что красовалась она перед царём. И наверняка знала, что он куда-то выйдет. Он поднялся на свою крышу. Явно она уже знала основу. Ну, скорее всего, что это всё было запланировано с её стороны тоже. Вот. И что дальше произошло, когда она очистилась от нечистоты своей? То есть видишь, соблюдали люди закон. То есть была близость, и они очищались. Возвратилась в дом свой. Женщина это сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иаву, пришли ко мне Урию хитиянина. И послал Иоурию в Давид. И пришёл к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а след за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошёл в дом свой. Не пошёл. И донесли Давиду, говоря, не пошёл Урия в дом свой. И сказал Давид Урид, вот я пришёл с дороги. А чего же ты, чего же не пошёл ты в дом свой? Сказал Урия Давиду. Ковчег в Израиле и Иуда находится в шатрах. И господин мой, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошёл бы в дом свой и есть и пить, и спать со своей женой. Клянусь твоей жизни, жизни души твоей, что этого я не сделаю. Что это было? Почему так поступил Урия? Может он догадался? Или ему кто-то сказал, что он не пошёл к своей жизни. То есть Давид, я так понимаю, хотел, чтобы не разрушать брак. И чтобы Урия спал женой и решил, что ты в Урию. Я так понимаю. Потому что у Давида была женщина, жена, одна из жён его, была чья-то жена уже какого-то Навала. Авегея, вторая жена его, Авегея, бывшая жена Навала, кармелитянка. То есть у него уже были женщины, бывшие жён. И вот тут он явно поведение Давида показывает, что он хотел, чтобы жена Вирсавия, жена Урия, осталась у него женой. И ребёнок родился как бы, чтобы Урия не догадался, что это его ребёнок. Я так понимаю поведение Давида. Дальше. Но Урия, или кто-то ему рассказал, кто донёс, скорее всего. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия Вирсавия на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид, но вечером Урия пошёл спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошёл. По утру Давид написал письмо Кеову и послал его с Урии. В письме он написал так. Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражён и умер. Посему, когда Ио осаждал город, то поставил он Урия на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Сиавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия Хитияни. И послал Ио донести Давиду о всём ходе сражения. И что получилось? Рассказали, что Урия умер. Значит, Версаев узнала, что муж умер и плакала по мужу своём. И когда кончилось время плача, Давид послал и взял её в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, а зло в очах Господа. То есть любая измена это зло. Однозначно. Получается, что муж не прощает. Муж явно он был проинформирован как-то. Он пришёл с войны, он мог бы пойти к своей жене. Это однозначно. Что-то случилось, что он знал, догадался. И он принципиально не пошёл иметь нельзя с женой, какие у него были мысли. Понятно, что он мог её даже уничтожить. В таком смысле, что по тому закону, если жена изменила мужа, то её могли бы побить камнями. Понимаете? И видно, я так понимаю, что Давид испугался. Если бы Урия пошёл к своей жене, он простил её. Или как бы подчинился царю своему. Царь, хозяин жизни. Понимаете? Но он не простил. Он не захотел этого. То есть две ночи давал шанс Давид, чтобы Урия пошёл к своей жене и признал его ребёнка своим. В таком смысле. Но Урия не пошёл на это. А пошёл на фронт. Две ночи он провёл со слугами и не пошёл. И таким образом Давид понял, что пройдёт 9 месяцев в Версаве родить ребёнка, а он сказал, а от кого ты забери меня? И повод к разводу и так далее. Такого Давид не хотел допустить в судьбе в Версаве. Вот. Что это значит? Это значит, что мы должны понимать, что измена это предательство. Это большая наука для человечества. Что мужья не прощает измену. Они озлобляются, гневаются и жёны тоже. История, конечно, печальная. Потому что ребёнок, который родился, он умер. Давид очень плакал за ним. Вот. Но потом уже вторым родился Соломон. Вот. И что ещё хочу сказать. Есть 50-й псалом, который посвящён этой теме. Потому что там идёт молитва как раз, когда Нафан пророк обличает. Обличает Давида в том, что ты совершил грех. Покайся. Вот. Это у нас 50-й псалом. Известный 50-й псалом. Начальник ухора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошёл в Версаве. То есть тут это не описано во второй царстве. А в псаломе написано. Хотя где-то может есть. Значит, пришёл Нафан и обличил его в грехе. Да. Есть. Это есть где-то. И как молится Давид? Это интересно. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, грех мой всегда предо мной. Тебе, тебе едином согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуйся кости тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и сгладь все беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь мне от кровей Боже, Боже спасение моего, и язык твой восхвалит правом Твоем. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, Ты не презришь Божию, а благодетельствуй по благоволению Твоему сион. Возвигни стены Иерусалима, тогда благоугодным буду Тебе жертва правды, возношение всесожжения, когда возложен на алтарь Твое тельцо. Ну, это жертва. И мы будем послушны Богу. Я благовествую жизнь вечную на земле. Проповедую целомудрие. Будьте мудры и любимы. Продолжение следует... Продолжение следует...